13 глава Тут тоже великая, очень важная тема Разрыв, разделение между Авраамом и Лотом Помните, мы сами говорили о том, прав ли был Авраам, когда взял с собой племянника Лота Что имел в виду Бог, говоря, оставь дом отца своего? Это значит просто уйти из тех мест? Или оставить и свою родню? Я не знаю Мы предполагаем, что, наверное, все-таки Авраам прав Он не мог оставить, покинуть своего пожилого отца и осиротевшего племянника Поэтому он и взял их с собой Но так или иначе, потом у Авраама из-за Лота были проблемы Лот растет, у него уже свои стада, у него уже своя собственность И Бог благословляет его стада, стада Лота Точно так же, как он благословляет стада его праведного дядюшки Авраама Авраам в 13 главе покидает Египет Он выходит в Негев, в пустыню, которая находится на юго-западе Пустыню, которая на границе Израиля и Египта Которая граничит с Израилем и Египтом Во втором стихе мы узнаем, что Авраам был очень богат скотом и серебром и золотом И он построил жертвенник и призывал имя Божие В пятом стихе мы узнаем, что у Лота, который ходил с Авраамом, также был мелкий и крупный скот и шатры И со временем, причем очень скоро, между слугами Авраама и слугами Лота начались конфликты В восьмом стихе Авраам, более старший, более мудрый и более праведный человек, говорит Лоту Да не будет раздора между мною и тобою, между пастухами моими и пастухами твоими Ибо мы родственники, не вся ли земля пред тобою? Отделись же от меня Если ты налево, то я направо, а если ты направо, то я налево Обратим внимание на две важные вещи Во-первых, Авраам имеет все права делать первый выбор Он в полном праве делать выбор первым Он может выбрать то, что ему нравится И все остальное останется Лоту С практической точки зрения, это значит вот что Вы знаете, самое, божалуй, опасное время в жизни семьи Это когда умирают родители, умирают представители старшего поколения И начинаются споры о наследстве Вроде бы совершенно нормальные люди Совершенно здравомыслящие люди Вроде бы духовные люди В этот момент как-то выходят из себя, теряют разум И начинают грызться друг с другом за наследство Чтобы урвать свой кусок А теперь посмотрите в связи с этим на пример Авраама Он отдает младшему своему родственнику Человеку, имевшему меньше прав, чем он сам Тому, кто, пожалуй, всем своим существованием Всей своей собственностью обязан Аврааму Он дает этому младшему родственнику право выбора Видя, что возникли проблемы Авраам делает первый шаг Он берет на себя ответственность Обеспечить развитие и продолжение нормальных, хороших, здоровых отношений между ними Он предлагает решение Незадолго до того, как я женился Один из моих друзей, который к тому времени был женат уже 4 года Человек, который потом поехал миссионером в Гвинею И переводил Библию на языки племен в Гвинеи Он мне сказал, что до брака В свое время получил такой совет В любых взаимоотношениях Когда возникает проблема Когда начинаются ссоры, раздоры, разборки Примирение инициирует Первый шаг к примирению делает более духовный человек Более духовный из двоих участников спора Делает первый шаг к тому, чтобы показать решение проблемы Показать выход Более духовный начинает процесс примирения Очевидный пример этого, наше отношение с Богом Кто делает первый шаг к примирению? Бог Кто прав в этом споре человека и Бога? И кто не прав? Бог прав, мы не правы И все-таки Бог делает первый шаг к примирению Если вы в ссоре с родственником, с родным человеком, с мужем, с женой И вы понимаете, что вы правы, а они не правы Вы думаете, ну вот тот человек не прав, другой человек не прав Пусть он первому приходит, пусть он первым и просит прощения Я первым не пойду Я первый шаг делать не буду В таком случае вы не Библию слушаете Вы дьяволу слушаете Вы не учитесь из Библии Да, здесь совершенно конкретная проблема И первый шаг к примирению делает более праведливых из двух участников конфликта Обратите, пожалуйста, внимание также на доверие в рамках Бога А что если мальчишка заберет лучшие земли? Понимаете, благословение исходит не снизу, не с земли, которая под ногами нашими Благословение исходит сверху, от Господа, с небес Помните, кроткие наследуют всю землю Кроткие – это не те, кто будет держаться, чтобы откусить себе самый лучший, выцепить себе самый лучший кусок Нет, кроткие – это те, кто уповают на Бога, понимая, что Бог даст им то, что решил дать Они могли бы отбить силы, они могли бы добиться своего, но они кроткие, они доверяют Бога У меня есть один друг, этот друг приезжал, кстати говоря, со мной сюда, в Россию Он очень богатый человек, он управляющий директор 24 компаний Он на год меня младше Очень хороший мой друг, хотя сейчас мы с ним очень редко встречаемся Я его как-то спрашиваю, послушай, Джек, почему ты такой богатый, а я такой бедный? Ну, я вопрос сформулировал немножко по-другому, конечно Но по сути, вот именно об этом я спрашивал, я хотел узнать его тайну, его секрет А он так и подумал, говорит, на самом деле я не такой хороший бизнесмен, я умею делать одну вещь хорошо Какую, спрашиваю я? Я умею вести переговоры, говорит он А что самое важное в переговорах, спрашиваю я его Самое важное в переговорах – это вот что Дай партнеру по переговорам возможность выбора, чтобы он сделал выбор Только не говори ему, что тебе не важно, какой из выборов он сделал, что именно он выберет Дай ему выбирать, но не говори ему, что результат его выбора, исход его выбора в этом случае на самом деле не столь важен Ответ этот был очень прост, я удивляюсь, как сам не сообразил Но ответ этот очень мудрый И потом он говорит, Ронни, не нужно тебе богатств, если Бог тебе их не дает Если Бог тебе чего-то не дает, не пытайся это получить Не пытайся это урвать Авраам это понимал, и Яков нет И об этом мы с вами поговорим, когда дойдем до поколения Якова Авраам это понимает, он позволяет младшему сделать выбор Младший и более плотский человек, кстати говоря Христиане спорят по поводу того, какие бывают верующие Можно ли говорить о духовных и плотских христианах Некоторые говорят, да, конечно, можно, бывают плотские христиане Другие говорят, нет, понятия плотской христианин не существует, невозможно Либо вы христианин, либо нет, либо верующий, либо неверующий Но большинство христиан на Западе допускают существование такой категории, как плотской христианин На основании первого послания Коринфянам, вторая и третья главы Вот что я хочу вам сказать Лот это ветхозаветный образ, прообраз плотского верующего Мы могли бы подумать, что Лот сегодня в аду Если бы Новый Завет не называл его праведником В Новом Завете говорится, что Лот праведник Значит, очевидно, что был он праведником по сравнению с жителями Содом и Гаморры Но по сравнению с дядей Авраамом он далеко не праведник Получив возможность выбирать, он смотрит вокруг Десятый стих Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую Я жил в долине Иорданской Это было в 1976 году, летом 1976 года Последнее мое лето, когда я был неженатым Я жил в Израиле И я понимаю, что в те времена, в теме времена Лота Окрестности там были еще живописнее, еще красивее У нас есть все основания предполагать, что Ближний Восток В времен Авраама и Лота был куда более зеленым, куда более красивым, чем сейчас Сейчас, по большому счету, там пустыня И некоторые считают, что это опустынивание произошло из-за того, что израильтяне исповедуют лжерелигию Но долина Иордана — это действительно самый лучший кусок, самый лакомый кусок И вот этот кусок земли, лакомый кусок, Лот берет для себя Это еще до того, как Прежде нежели истребил Господь Содом и Гоморру И 11 стих И избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую И двинулся Лот к Востоку И отделились они друг от друга К 12 стиху мы узнаем, что Авраам стал жить на земле Хананской А Лот стал жить в городах окрестности И раскинул шатры до Содома А теперь обратите внимание вот на какой великий принцип Если задумываться только о физическом преимуществе Впадешь в духовную опасность Лот решил, что это лучшая земля Жизнь здесь будет проще и богаче Однако оказалось, что с духовной точки зрения Здесь самое опасное место Последствия такого выбора окажутся непоправимыми Человек, выбирающий лучшее по велению плоти Теряет все уже к 19 главе по осуждению Божию Мы увидим потом, как это будет происходить В 12 стихе мы читаем Авраам стал жить на земле Хананской 13 стих Жители же Содомские были злы и весьма грешны пред Господом 14 стих И сказал Господь Аврааму После того, как отделился от него Лот отделился от него Итак, он потерял Лота Своего племянника Но Господь остался с Авраамом И вот Бог говорит Аврааму Возведи очи твои И с места, на котором ты есть Теперь посмотри к северу и к югу и к востоку и к западу Он говорит, посмотри вокруг Оглянись, осмотрись Он говорит, я дам тебе столько потомков Что их будет не сосчитать Как не сосчитать песок под ногами Песчинки Встань Пройди по земле сей В долготу и в широту ее Ибо я тебе дам ее 17 стих Многие из вас еще молоды И перед вами Вам предстоит принять важнейшие решения Тем, кто постарше, предстоит помогать молодым Принимать важнейшие решения На чем же основывать свою жизнь Как строить жизнь Стройте жизнь на Божьих обетованиях Стройте жизнь на обетованиях Христа Когда Бог говорит, я сделаю то-то и то-то На это можно рассчитывать На это нужно рассчитывать Вокруг этих обетований Стройте свою жизнь Бог является Авраамом Обращается к Аврааму В 12 главе 1 и 3 стихах Является Аврааму В 12 главе 7 стихе И уже в третий раз Он обращается к Аврааму И говорит, посмотри вокруг И каждый раз Бог дает Бог говорит Аврааму Что-то новое Он заполняет пробелы в благословении Он рассказывает о том Что совершит для него и ради него И самое тяжелое Самое сложное Это верить и ждать Ждать и верить Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok